Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Китайская компания Huawei, возможно, работает над VR-устройствами. Патент намекает, что, возможно, компания работает над контроллером, очень похожим на контроллер Oculus Touch. На данный момент у компании есть одна модель шлема очков – Huawei VR Glass. Но у этого устройства всего три степени свободы, а полноценный трекинг в нём достигается при помощи сторонних решений. Возможно, в будущих версиях устройство трекинг будет встроен. Издание Протокол, ссылаясь на внутренние документы Vive и на архивную копию одного из интернет-магазинов, заявило, что тайваньская HTC покажет на мероприятии ViveCon сразу два шлема. Причём, якобы, оба шлема будут для бизнеса – автономный Focus 3 и Pro 2, улучшенная версия Vive Pro. Издание Протокол также указало ценники, по которым были выставлены шлемы. Если убрать из них НДС, то получится, что Vive Pro 2 будет якобы стоить в районе 850 долларов. Оригинальный ценник же якобы был 840 евро или 1012 долларов. Компания Rebuff Reality, производящая аксессуары для VR-оборудования, анонсировала новую модель аккумулятора для Oculus Quest 2 – VR Power 2. Аккумулятор-противовес получил новую плату и лямку, разработанную для нового шлема, и совместимую даже с Elite Battery Strap, а также новый дизайн. Теперь он белого цвета. Ёмкость батареи не изменилась всё те же 10 000 мАч, но цена выросла на 10 долларов. И теперь батарея стоит 70 долларов. Компания также выпустила обновление о производстве универсальных внеушных наушников VR Ears. Был выпущен DV-прототип ушей, который дал информацию об улучшении прочности девайса, была изменена посадка динамиков. Выпуск финальной версии всё так же планируется на июль. В этот раз без переносов сроков. Вице-президент Facebook Reality Labs Эндрю Босс Боссворд в очередной сессии вопросов и ответов на Инстаграм рассказал, что он не против того, чтобы магазин Oculus появился на устройствах сторонних производителей. По словам Босса, на данный момент просто не вышло устройство, которое бы подходило по железу. Тем временем пользователи шлемов Oculus уже составляют почти 60% от всех VR-пользователей в Steam. Oculus Quest'ы используют 33% VR-пользователей, остальные 27% приходятся на ПК-шлемы Oculus. Если вы следите за новостями игровой индустрии, то вы, наверное, слышали о судебной тяжбе, идущей между Apple и Epic Games, в которую постепенно будут втягиваться другие гиганты индустрии. В ходе разбирательства были предоставлены документы о сотрудничестве Epic Games и Sony, из которых стало известно, что вице-президент по развитию бизнеса Epic Games Джо Крейнер предлагал разработать VR-игру для VR-системы PlayStation 5. Обсуждение произошло ещё в 2018 году, и речь шла про ещё не названный шлем Sony, контроллеры которого были представлены пару месяцев назад. С тех пор прошло полно времени, и неизвестно, чем закончилось обсуждение этого сотрудничества. Сегодня День Победы, с чем я вас и поздравляю! К 75-летию Великой Победы РИА Новости запустила проект в формате виртуальной реальности «Неизвестный знаменосец». Проект воссоздает события с 30 апреля по 2 мая 1945 года и рассказывает о водружении знамени Победы над Рейхстагом. Надев очки виртуальной реальности, пользователи смогут оказаться на крыше Рейхстага и установить на его шпиле победное знамя. Полная версия VR-реконструкции «Неизвестный знаменосец» доступна в приложении ReaLab для iOS и Android. К сожалению, для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности, в которые вставляется телефон. Упрощённую версию проекта можно посмотреть в формате 360-градусного видео. Российская студия Joyway объявила, что игра про паркур Страйд выйдет на Oculus Quest. Проект был одобрен в Facebook. Сроки выхода проекта на мобильный шлем пока не были названы. Игра уже доступна в Стиме и планируется к выходу на PSVR. Студия Impulse Gear, разработчики PSVR-шутера Farpoint анонсировали мультиплеерный VR-шутер Larsenauts. Игра берёт элементы из Overwatch и Apex Legends. У игроков будут разные классы со своими способностями. Игра выйдет на Oculus Quest, Rift и SteamVR. Этим летом. Анонс новых устройств HTC Vive состоится уже во вторник 11 мая. И я приглашаю всех зрителей в 7 часов вечера по Москве на канал TIT VR. Я жду с нетерпением возможности рассказать вам все подробности о новых устройствах HTC. Обещаю, будет интересно. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, какую бы VR-игру от Epic Games вы бы хотели увидеть. Увидимся в виртуальной реальности.